В скором времени в поселке Дружба на железнодорожной переезде, соединяющем многоквартирные жилые дома, детский сад и семь садовых товариществ, начнется ремонт. Этот участок признан неисправным. По этому поводу состоялось выездное совещание представителя администрации, Министерства транспорта, ресурсоснабжающих организаций и РЖД. На этом выездном совещании принято решение о проведении работ по совместному ремонту железнодорожного переезда. В ближайшее время мы вместе с РЖД приведем железнодорожный переезд в порядок. Правительство Московской области состоялось заседание о переводе на баланс РЖД данного переезда. На сегодняшний день этот переезд на балансе Октябрьской железнодороги не состоит, поэтому обслуживание его никаким законом не подразумевает. Он несанкционированный, значит, находится незаконно. Принято совместное решение, оформим протокольным решением, пропишем, кто что обязан сделать. И на следующем заседании будет принято всеми решение. Это ГИБДД, это Федеральная агентство железнодорожного транспорта, это администрация местных органов и ОРЖД. Совместно подпишем, что переезд официально открывается, значит, то, что он в исправном состоянии и пользоваться можно безопасно и на законных основаниях. По словам Дмитрия Дергачева, в рамках строительства ЦКАД, Центральной кольцевой дороги, рядом с поселком появится съезд. И надобности в этом переезде не будет. После того, как ведут Хорду, мы его будем, конечно же, демонтировать. Так как закон 237-му, менее 5 километров переезд от путепровода, он, значит, не требуется. Через год-полтора года построят Хорду. Да, мы готовы полтора года в тяжелых условиях содержать дорожный переезд. Совместно с администрацией принято решение. Поэтому оставляем его на этом месте без изменения оси автомобильной дороги. На данном железнодорожном участке демонтируют старые деревянные настилы и установят специализированные из современного материала. При этом во время ремонта транспортное сообщение не будет приостановлено. Мы приняли уже пути решения. В ближайшее время наведем здесь порядок. Егор Кабанов, Алена Иванова для программы «Городские вести».